Он его боится, потому что он его не понимает. Потому что он понимает Порошенко, он понимает Януковича, он понимает Кучму из украинских лидеров. Он Ющенко, кстати, слабее, но тоже понимал. А вот Зеленского он вообще не понимает. Для него это человек, который он не может прочитать. Потому что, когда он учился читать людей, такой профессии не было. Он не понимает, как с такими людьми работать. Он Меркель мог прочитать, он мог Буша прочитать, Обаму мог прочитать, а Зеленского не может. Это для него недосягаемая величина в том плане, что он просто не учился на роль понимать такого рода людей. Поэтому он его боится, он не знает, что от него ждать. Он не ожидал, что он опозорился, Путин, ведь он был свято убежден, что Зеленский сбежит. Это было не просто основано на докладах спецслужб, но это было внутренне убежденность, что я такой грозный Путин, только рукава закатаю, только прическу поправлю свою, и тут же Зеленский сбежит, потому что он испугается. А Зеленский не сбежал, это для него был первый шок. Если помните, в первые дни войны он себе позволил такую фразу, что военные Украины, берите власть в свои руки, не слушайтесь этого президента своего. Помните, была такая реплика? Потому что он понял, что с Зеленским он уже все, он уже не сможет совладать. Он пытался спровоцировать военный переворот в Украине, тоже смехотворная попытка, но, конечно, военные власть, они и так держат ее на фронте, держат периметр украинской безопасности. А, конечно же, власть политическую для Путина, она непонятна, и поэтому он его боится, да. Он его боится, потому что он не знает, как к нему подойти. И в этом сила Зеленского, что он стоит на своих принципах. По сути, Зеленский ведь он ничего и даже не меняет, он просто есть тот, каким он есть. А Путин не знает, как с таким Зеленским работать. Поэтому он попал в ловушку собственных ожиданий и собственных ошибок.